Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговор по чесноку». Я ее ведущий Роман Плинсков. Сегодня мы будем говорить о роли внутрисосудистых вмешательств в современной сосудистой хирургии. И гость сегодняшней программы Айдар Зайтунович Шарафеев, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения университетской клиники «Казань». Добрый вечер! Вечер, добрый! Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Ну и давайте начнем все-таки нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, проблема сердечно-сосудистых заболеваний, вы знаете, она довольно-таки интенсивно освещается в последние несколько лет. И в России, и во всем мире это является основной причиной заболеваемости и летальности. Не секрет то, что летальность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет до 53% в разных странах, в России в том числе. И имея в виду вот этой вот серьезной проблемы, в последние годы, конечно, огромное внимание уделяется лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Как вы знаете, государство вкладывает большие финансовые средства для того, чтобы уменьшить частоту заболеваемости и уменьшить, конечно, летальность сердечно-сосудистых заболеваний. И на данный момент сердечно-сосудистые заболевания, наверное, являются основным таким бичом нашей жизни. Это связано, конечно, в первую очередь со стрессами, которые мы постоянно испытываем. Это раз в другой. С другой стороны, это связано с тем, что продолжительность жизни у людей все-таки увеличивается. И, соответственно, чем дольше мы живем, тем больше мы встречаемся с различными заболеваниями. А сердечно-сосудистые заболевания, они являются лидирующими. И почему еще очень актуальна данная проблема, именно потому что возможно различные проявления от малосимптомных до фатальных, то есть смертельных клинических проявлений. И человек может болеть всю жизнь и не знать об этой своей причине, а может произойти все внезапное, произойти внезапное смерть у человека. То есть, таким образом, ввиду всего этого, можно говорить о том, что, конечно, сердечно-сосудистые заболевания – это основная проблема сегодняшнего человечества. И, конечно, основные меры должны быть направлены именно на борьбу с данными заболеваниями, сердечно-сосудистыми. Как сами вот эти сердечно-сосудистые заболевания возникают? Из-за чего в основном? Ну, да вы знаете, на самом деле, они делятся, наверное, на несколько основных категорий сердечно-сосудистых заболеваний. Судя по названию заболеваний сердца, заболеваний сосудов. В основной причине все равно лежит один и тот же патологический процесс. Если мы говорим, допустим, по заболеванию сердца, это может быть как нарушение сокращения сердца, так и нарушение питания сердца. А если мы берем по сосудистым заболеваниям, то в данном случае, конечно, больше выступает проблема питания. Но питание не самих сосудов, а питание сосудами всего организма. И в том случае, если возникают вот эти процессы, проблемы с питанием сосудами всего организма, возникают различные заболевания у людей. Вы знаете, люди страдают от ишемической болезни сердца. Это нарушение питания сердца, миокарда. У пациентов случаются, у людей случаются инсульты. Это как раз острое нарушение питания головного мозга, ишемические инсульты. Некоторые люди болеют заболеванием периферических артерий, артерий, нижних конечностей. Они не могут ходить. У них возникают боли при ходьбе. И это тоже нарушение питания нижних конечностей ног, то есть вот этими сосудами. Основная причина, она, конечно, связана с нашим образом жизни. И в первую очередь она связана с холестерином. Я думаю, вы об этом тоже слышали. Так вот, холестерин, откладываясь на стенках сосудов, он просто-напросто потихонечку-потихонечку закупоривает их. И это все дело приводит к различным клиническим проявлениям, которые могут проявиться как хроническими заболеваниями, о которых я уже говорил, так и какими-то острыми событиями, которые могут привести даже к смерти пациента. То есть я правильно понимаю, что, допустим, если у человека сидячий образ жизни, сидячая работа, то, возможно, у него будет некоторые проблемы, допустим, с сосудами в нижних конечностях. Ну, абсолютно верно. Вообще, вот эти все факторы риска, они очень подробно освещены, и о них уже много написано. Можно почитать и в интернете, и в специализированной литературе. И что меня, конечно, радует, то, что современное общество все-таки стало уделять больше и больше внимания вот этим вот факторам риска. Если вы сейчас посмотрите, то присмотритесь, выйдите на улицу, присмотритесь, мне кажется, что курить стали гораздо меньше. Курение – это все-таки основной фактор. Риск сердечно-сосудистых заболеваний – это раз. Во-вторых, люди все-таки стали больше заниматься спортом. Да, люди стараются, идут в фитнес-залы, в тренажерные залы, дают себе нагрузку различную. Да, это стимулирует сердечную мышцу, это улучшивает, так сказать, насосную функцию сердца, и тем самым увеличивает эластичность сосудов. Большинство людей уделяют большое внимание питанию. Это тоже очень важно, то есть качественное питание. Питание должно быть здоровым. В питании, в рационе должны присутствовать овощи и фрукты. Должно быть меньше углеводов. Это очень важно. То есть сейчас смотришь и действительно радует то, что сейчас люди стали обращать на это внимание. А возможно тогда такое, то что, допустим, человек решил для себя заняться активным жизненным образом, начать правильно питаться, заниматься спортом, но начать это делать так, что, возможно, сделать так, что приведет это к тем же самым заболеваниям, допустим, перегрузить себя. Да, конечно, безусловно. Эти все нагрузки, они должны быть постепенными. Нельзя, конечно, внезапно делать больше. То есть тоже к этому подходить с умом надо. Да, абсолютно верно. Я уже вам сказал, есть такой свойств, как эластичность сосудов. И это надо учитывать. Надо учитывать сократительную способность миокарда. Насколько твое сердце тренировано, насколько оно выдержит эти нагрузки. Это раз. И насколько твои сосуды эластичны, и они смогут выдержать вот эти потоки крови, которые ты заново будешь запускать благодаря физическим нагрузкам. Конечно, надо к этому делу подходить с умом. Безусловно. В разумных количествах и по чуть-чуть, да? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Абсолютно верно. А какие методы лечения сосудистых заболеваний существуют, и какова их эффективность? Ну, если мы берем лечение сосудистых заболеваний, ну, наверное, все заболевания делятся на большие, так сказать, лечения делятся на две большие группы. Это терапевтическое лечение и хирургическое лечение. Что значит терапевтическое лечение? Терапевтическое лечение – это лечение с помощью лекарственных препаратов, различного правильного питания, рациона, если да, соблюдать, так вот. И да, действительно, это лечение, оно эффективно. Но оно бывает эффективно на ранних этапах, когда заболевание только-только начинает прогрессировать, и когда его еще можно остановить с помощью различных медикаментозных препаратов. В том случае, если уже идет далеко зашедшая стадия заболевания, то здесь уже подключается хирургия. И вы знаете о том, что методы заболеваний сердечно-сосудистой системы, они подлежат коррекции. Есть специалисты, которые называются кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, или как их там называют, флебологи, или что-то как-то, да. Вот эти вот специалисты, они как раз и занимаются лечениями вот этих вот раз и различных проблем сердечно-сосудистой системы. И так вот. Хорошо, а когда уже надо обращаться к сосудистому хирургу? К сосудистому хирургу? Ну, наверное, каждый пациент сам понимает эту грань, когда он ее переходит. Если пациент, во-первых, длительное время принимает какое-то медикаментозное лечение, пьет таблетки, но они ему не помогают, в этом случае можно уже думать о том, что пациенту требуется хирургическая помощь. Это раз. Во-вторых, если у пациента случилось какое-то острое событие, инсульт, инфаркт, это тоже обязательно необходимо обращаться к сосудистому хирургу, потому что если произошло такое серьезное событие, то, к сожалению, медикаментозно, таблетками только тут уже не поможет человеку. Вот, а сейчас мы, получается, затронули две такие профессии, как кардиохирург и сосудистый хирург. И, ну, для меня, как для журналистов и для многих наших зрителей обычных, интересно, чем они отличаются? Ну, на самом деле, это все называется сердечно-сосудистая хирургия. Это все одна и та же специальность, это одни и те же сердечно-сосудистые хирурги, просто в результате, так сказать, своей специфики кто-то более склонен заниматься заболеваниями сердца, а кто-то более склонен заболеваниями сосудов. Если мы берем заболевания сосудов, то там тоже идет свое деление. Есть, допустим, специалист, который занимается артериями, а есть те, которые занимаются венами, это флебологами, флебологи. Вот эта вот узкая специализация, она, конечно, позволяет более качественно выполнять вот вмешательство на той области, которую ты выбрал, для себя приоритетной, да, и таким образом повысить качество оказываемой помощи. То есть это одна и та же специальность на самом деле. Только разные уже отделения, да? Ну, можно сказать, да, каждый занимается своим, но это один и тот же сердечно-сосудистый хирург. Хорошо. Какие изменения в сердечно-сосудистой хирургии произошли в последнее время? Ну, на самом деле, медицина вообще очень бурно развивается в последние годы, вы знаете, да, медицина, наверное, вообще одно из наиболее технологичных отраслей, которые очень-очень бурно развиваются. Если взять любую отрасль медицины, вы видите то, что помимо новых препаратов появляется еще новое диагностическое оборудование, которое позволяет выявить те патологии, которые до этого были, так сказать, невозможно было глазом добраться, да. Существует, также появились новые методы лечения. Появились не только терапевтические, то есть лекарственные методы, хирургического лечения. Вы знаете о том, что появились, допустим, уже роботоассистированные операции, когда, на самом деле, оператор может находиться в другой точке мира и с помощью роботоассистенции, как джойстиком, просто оперировать пациента, который может находиться в другой стране. То есть это сейчас становится высокотехнологичной именно медицина. Сердечно-сосудистая хирургия, она тоже не отстала от всего этого. И даже можно сказать, что ввиду того, что это одна из наиболее актуальных проблем, сердечно-сосудистые заболевания, очень большое количество компаний занимаются развитием данной отрасли. Сейчас, конечно, появляются новые виды оперативных вмешательств, которые до этого не были возможны. Сейчас оперируются уже те пациенты, которых раньше не брались. Это возрастные пациенты. Возраст пациента 70, 80, 90, 100 лет уже не является противопоказанием либо опаской для того, чтобы проводить ему оперативное вмешательство. Если пациент, если ему показано, если он сохранен, почему бы нет, это можно сделать. Большое развитие сердечно-сосудистой хирургии получило последние 20-30 лет. После того, как внедрились эндоваскулярные, то есть внутрисосудистые методы диагностики и лечения, это когда пациенту не требуются наркозы, когда пациенту не требуются разрезов каких-то, а все оперативное вмешательство делается через маленькую дырочку на руке или на ноге. Я думаю, вы тоже о таких методиках слышали. Эти методики, они сейчас, конечно, являются наиболее эффективными. Во-первых, в лечении острых сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркт и инсульты. Да, и хронических сердечно-сосудистых событий, это вот те самые как раз недостаточности кровоснабжения. Либо кровоснабжения сердца, либо кровоснабжения нижней конечности. То есть, на данный момент, конечно, огромный прорыв произошел именно после того, как вот эти новые методы внедрились в нашу повседневную жизнь, будем вот так вот говорить. А как эти новые методы, получается, внедряются уже в саму практику? Каким образом они доходят? Ну, что значит они внедряются? Это все происходит постепенно. Это все происходит постепенно. И начали внедряться, будем, если брать историю, то это все начало, начали внедряться вообще в 1973 году. В 1973 году был такой немецкий физик Форсман. И однажды он в своей лаборатории, будучи, наверное, не совсем в тренном состоянии, провел себе опыт. Ну, опыт, не опыт такой, шутка у него была. Он взял мочевой катетер и ввел себе в вену. Просто засунул, как далеко он зайдет. И этот катетер ушел куда-то очень далеко. Он удивился, что это зашел очень далеко и спустился на этаж ниже, где стоял рентгенологический аппарат, где можно было рентгеновский снимок сделать. Он сделал рентгеновский снимок и понял то, что катетер находится в правых полостях сердца. И таким образом он открыл о том, что через сосуды можно попадать в сердце и заниматься уже какими-то вмешательствами на сердце. Ну, конечно, его уволили за такие вещи. Вы понимаете, что такие вещи нельзя делать. Сразу на себе, да? Как не на себе. И вообще-то за такие шалости. То есть его, конечно, уволили. Но через какое-то время другие его последователи развили эту идею, получили Нобелевскую премию. И в дальнейшем начали вводить различные красящие вещества, контрастные вещества внутрь, в полости, смотреть анатомию сердца. И постепенно-постепенно научились, то есть не просто изучать сердце, допустим, но уже воздействовать на сосуды, приоткрывать их, если они прикрыты, устанавливать туда какие-то импланты, которые создают каркас и держат вот эти вот суженные места. То есть постепенно-постепенно это все развивается. Сейчас уже дошло до такого, то, что вы, наверное, слышали о том, что сейчас уже через ту же самую, через артерию, то есть через прокол, меняются клапаны. Меняются клапаны сердца, аортальный, метральный клапан. А клапан – это, извини меня, это 2,5-3 сантиметра в диаметре образования, которое заводится в сердце в собранном виде, потом внутри раскрывается, устанавливается, и оно полноценно несет. на себе функцию. При этом пациент, нет ни пациента, ни разрезов, ничего, но пациент, и это, конечно, совершенно уже другие, уже миры сейчас пошли по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Ну что ж, продолжим наш разговор. Стало интересно о таком явлении, как тромб, который, как мне известно, тяжело найти, и он может резко как-то так оторваться, что ли, с летальным исходом. Ну да, действительно, острые тромбозы, острые тромбы – это действительно основная причина летальных исходов. А что значит вообще тромб? Тромб, он образуется в результате того, что нарушается целостность внутренних условий сосуда, и на его поверхности начинают скапливаться форменные элементы крови, то есть тромбоциты, эритроциты, фибробласты, образуется фибрин, и как раз образуется тот самый тромб. Чем опасен тромб? Тромб опасен тем, что как он может… Он не статичен, он не просто стоит, и он перекрывает сосуд, он способен мигрировать. И в том случае, если он с потоком крови мигрирует, в этом случае, конечно, этот тромб может улететь в сердце, в голову или в другие организмы, органы, прошу прощения. И вы понимаете, единственным правильным лечением, то есть если логически даже подумать, либо растворить надо этот тромб срочно, либо этот тромб срочно надо извлечь. Так вот, современные концепции лечения таких заболеваний, как инфаркты, инсульты, остроартериальные тромбозы, как раз основаны именно на этих методах лечения. Если лет 10-15 назад была основная концепция о том, что тромб надо растворить химическими препаратами, то сейчас нет, сейчас, конечно, больше внимания уделяется именно механической тромбоэкстракции. То есть к данному тромбу подводится специальный девайс, специальная ловушка, которая раскрывается, тромб фиксируется, и через вот как раз, вот через эти девайсы, этот тромб удаляется полностью из организма, и тем самым восстанавливается кровоток в нарушенной зоне. То есть это самые продвинутые методы лечения инфаркта и инсульта на данный момент. А как понять то, что тромб образовался? Какие симптомы там, может, возможны? Ну, симптомы пациенты обычно узнают очень легко, и если это инфаркт, это острые загрудинные боли возникающие, которые могут быть либо загрудиной, либо эридировать под лопатку, либо в конечности, в руку или в нижнюю челюсть, да, это внезапные острые боли, которые не проходят на последние в течение 5-20 минут и не купируются приемы нитратов. А в том случае, если тромб оторвался и улетел в голову, в этом случае возникает инсульт. Симптоматику вы тоже знаете многие о том, что у пациента может возникнуть нарушение речи, нарушение зрения, нарушение функции рук, ног, асимметрия лица возникает в этом случае у пациента. Если же тромб улетает в нижней конечности, то в этом случае острая внезапная боль в ногах, отек в ногах, то есть повышение температуры и отсутствие пульсации на нижних конечностях бывает. В этом случае, конечно, экстренно надо срочно обратиться в специализированную клинику, которая занимается именно проблемами острых тромбозов и как раз занимается проблемами извлечения этих тромбов из организма человека. Поедем дальше разбирать нашу тему. Что такое внутрисосудистые вмешательства? Ну, внутрисосудистые вмешательства, я вам уже начал о них говорить, да, вообще спектр внутрисосудистых вмешательств, он очень широкий. Это все те вмешательства, которые возможно делать через сосуды. Вы понимаете, вот чем плюс внутрисосудистых вмешательств, организм, он весь пронизан сосудами. Соответственно, это как такие лабиринтики, по которым можно ходить внутри, и по большому счету можно попасть до любой точки в организме, начиная от макушки и кончая пяткой. Везде есть сосуды, и по этим сосудам можно ходить. Существуют методы визуализации, с помощью которых мы можем видеть, на каком участке мы сейчас ходим. Мы запускаются специальные инструменты, которые управляются, и с помощью этих инструментов можно добраться до любой точки организма. И таким образом можно бороться с той локальной проблемой, которая возникла в данной точке. Что это может быть такое? Мы говорили о тромбозах, да, можно удалить тромб. Можно говорить о стенозах, когда это не тромбоз, а локальное сужение сосуда, локальное сужение, но которое мешает нормальному питанию органа. Можно его расширить. Да, два. А следующее внутри сосудистого вмешательства, вы знаете, есть такая проблема, как онкология. Это когда богато, какой-то орган начинает богато кровоснабжаться, там разрастается сосудистая ткань, и за счет богатой сосудистой ткани начинают делиться вот эти вот как раз клетки рака. Возможно воздействовать локально на данную опухоль, подойти локально к этому участку и ввести специальные химиотерапевтические препараты, специальные эмболы, на которых находятся эти химиотерапевтические препараты, которые будут заглушать вот эту опухоль. Это идет уже суперселективная доставка лекарственного препарата непосредственно в опухоль. Не та обычная химиотерапия, когда вводится вену и идет интоксикация всего организма, а когда именно прицельно, именно в опухоль вводится вот этот препарат. Это, конечно, следующий этап. Любые доброкачественные новообразования Это заболевания женской системы Такие, как, допустим, миома матки, мужской системы Как простата, гиперплазия простаты Вы знаете, да, это аденома простаты Для женщины это большая проблема Для мужчины это тоже большая проблема Суперселективно подводится катетер в эти зоны Вводится специальный эмболизат, который перекрывает там кровоток И за счет уменьшения кровотока организм, органы начинают уменьшаться И таким образом простата, которая была увеличена И которая давала мужчине какие-то проблемы Именно клинические, она уменьшается И у пациента исчезает эта симптоматика Вот и все Восстановление кровотока возможно не только в сосудах сердца Возможно в сосудах головного мозга, которые питают головной мозг И тогда у пациента исчезает эта забывчивость И исчезает так называемая хроническая ишемия головного мозга Вот пожилые люди, они же почему говорят Я стал хуже забывать, я уже ничего не помню У меня это склероз, наверное Нет, это хроническая ишемия головного мозга Мозг питается плохо, ему не хватает питания И поэтому он отключает, так сказать, не основные функции И оставляет только основные Если дать питание головному мозгу То эта симптоматика постепенно, постепенно начинает регрессировать Исчезать в том случае, если еще остались живые клетки Если мы говорим о сосудах сердца Это мы уже говорили, это ишемическая болезнь сердца Которая тоже лечится Сосуды нижних конечностей Сосуды почек Сосуды почек, сужение сосудов почек является основной причиной Артериальной гипертензии Пожилые люди, все страдают гипертензией Зачастую это может быть почечная гипертензия Почечные артерии сужены Это вызывает механизм запускает определенный И приводит в стойку гипертензии И какая-нибудь бабушка Они все собираются Мы все гипертоники, гипертоники, гипертоники Да, они все гипертоники Они все на лекарственных препаратах Но в том случае, если Открыть суженую почечную артерию Если она имеется, то части из этих пациентов Можно помочь Если уж мы коснулись почек То есть такая проблема Как пациенты на гемодиализе Это когда у пациентов возникает терминальная стадия почечной недостаточности И люди ждут пересадки почки Или же находятся на искусственной почке Таким же образом, расширив питание почки Можно уйти от этой проблемы Понимаете, да? Что еще сказать? Сейчас ведутся не только исследования Уже идет работа И в нашей клинике начали выполнять такие вмешательства Это операции при половой дисфункции Мужчин Две причины половой дисфункции Если это сосудистая генеза Либо нарушение притока, либо нарушение оттока Мы можем либо улучшить приток, либо ухудшить отток И таким образом решить данную проблему Поговорим теперь между связью КФО и вашим отделением Есть ли такова? Да, ну, как уже было представлено Я работаю в медико-санитарной части Павловского федерального университета И мы являемся структурным подразделением Казанского федерального университета Благодаря чему у нас идет тесная интеграция Это науки, которые осуществляются в стенах КФУ И нашей практической работы То, чем мы занимаемся Конечно И благодаря этому, конечно, все новейшие разработки Которые проходят исследования в стенах Казанского федерального университета Непосредственно попадают сразу же в стены нашего отделения И мы пользуемся этими благами И пытаемся эти блага принести на пользу нашим пациентам Тем людям, которых мы лечим А со самими студентами приходилось работать? Они как-то подключаются к работе вашего отделения? Да, вы знаете, опыт работы со студентами был у меня и есть И что я могу сказать о том, что Вообще внутрисосудистая хирургия Это очень молодая наука Очень молодая специальность И студентам-медикам, конечно, очень интересно То, чем мы занимаемся Они всегда с большим интересом И с большим восхищением Стоят в нашей пультовой И смотрят там через стекло Или смотрят на мониторах Кто как мы оперируем И когда мы выходим И объясняем, что вот сейчас Это был пациент с инфарктом Но мы ему удалили тромб И спасли ему жизнь Конечно, ему это очень нравится Я только за интеграцию И совместную работу Практической медицины и студентов Хорошо, поговорим тогда Об осведомленности Вот как было сказано То, что бабульки там сидят У меня вот тут-то-то-то Но они не понимают То, что если они пойдут Лечиться То, возможно, как-то И улучшится их жизнь Так же и со склерозом И прочее Как вообще осведомленность Среди населения Ну, что я могу сказать Вообще Если мы берем осведомленность О сердечно-сосудистых заболеваниях То все осведомлены Все знают, что есть Ишемическая болезнь сердца Все знают, что есть инсульт Все знают о том, что Имеется там артериальная гипертензия Все знают о том, что Надо пить таблетки Но, к сожалению, не все знают О том, что эти методы Эти болезни Можно коррегировать Операционный метод Даже возникает Такая проблема О том, что Не все врачи знают О таких методах лечения И это особенно касается Врачей, которые работают На периферии Где-то в глубинке В маленьких клиниках Они, конечно, к сожалению Не знают О существовании Таких методов лечения И пациенты Зачастую очень поздно Попадают к нам На операционный стол Когда уже, к сожалению Много чего Уже сделать нельзя Мы заходим Смотрим Констатирую факт Что если бы ты пришел Наверное На год раньше На полгода раньше Или на два года раньше Мы бы тебе все исправили Ты был бы сейчас Дурьким человеком Но болезнь, к сожалению Она не стоит на месте И болезнь всегда прогрессирует Атеросклероз Он идет Он прогрессирует всегда И поэтому, конечно Обращаться надо вовремя С любой возникшей симптоматикой Нельзя Сквозь пальцы Смотреть на любую возникшую проблему Надо активно Выходить на тех врачей Которые занимаются данной проблемой Надо активно С этим заболеванием Бороться И в этом случае Конечно Возможно достичь успеха И полного излечения Что является очень важным Как вы оцениваете развитие Сердечно-сосудистой И внутрисосудистой хирургии В Республике Татарстан Да и в целом По России Если есть такие Ну Что могу сказать Как я сказал Это очень молодая специальность Да И Она действительно Очень бурно развивается В том числе В Республике Татарстан В Республике Татарстан Сейчас Имеется Семь центров Которые оказывают Внутрисосудистую И сосудистую помощь Пациентам И взрослому населению И один центр Это Детская Республиканская Клиническая больница Которая оказывает помощь детям С такими заболеваниями Да Уровень развития Нашего здравоохранения Регионального Считается очень хорошим Могу сказать И Для того Чтобы перенять наш опыт Приезжают Очень-очень много Наших коллег Из других регионов Российской Федерации И Если смотреть По Представлениям В прессе Или что-то Как все время У нас конечно Делегации есть И что могу сказать Нам наверное не стыдно За нашу медицину И нам не стыдно За нашу сердечно-сосудистую Хирургию Которая есть В нашем регионе Хорошо Ну что ж Надеемся То что В дальнейшем Сосудистая хирургия Будет только развиваться И развиваться Дабы Таких и болезней было меньше И если все-таки Они есть И лечились Достаточно короткое время Ну что ж На этом Все Наша программа Подходит к концу Мы говорили сегодня О роли Внутсосудистых Вмешательств Современной Сосудистой хирургии Напомню вам Друзья То что в гостях У меня сегодня был Айдер Зайтонович Шарафеев Это заведующий отделением Рентгенхирургических методов Диагностики и лечения В университетской клинике Газань Большое спасибо То что вы к нам Сегодня пришли Разговор был Действительно интересный Для себя много Что подчеркнул Надеюсь Вы наши дорогие зрители Тоже так же Много что подчеркнули На этом все Большое спасибо за внимание Увидимся как обычно По четвергам В 19.15 Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok